В наши дни торговлю невозможно представить без использования контрольно-кассовой техники. Кассы с нами повсюду – в супермаркетах, кафе, на заправках и на почте. Современный кассовый аппарат – многофункциональное устройство, которое должно присутствовать в любом магазине, торговом павильоне или месте оказания каких-либо платных услуг. Товарный чек приравнивается к договору купли-продажи, поэтому на нем обязательно размещена вся информация о продавце, дате сделки, названии товара. Каждая работающая кассовая машина регистрируется в налоговой инспекции и должна отвечать обширному перечню требований. Однако история кассовой техники начинается еще в XIX веке. Необходимость использования в торговле кассы, а точнее даже самого принципа учета и контроля полученных денег, связывают с урбанизацией и последующим появлением крупных магазинов, отличающихся от мелких лавочек, привлечением наемных продавцов и потребностью в контроле их действий. Патент на первый аппарат, отвечающий этому принципу, но, конечно, совершенно далекий от современных, выдан был в 1875 году американскому бизнесмену Дэвиду Брауну. Предполагалось, что при помощи веревок и специальных емкостей внутри магазина будут передаваться деньги и товары, поэтому изобретение имело сложное название «Аппарат для транспортировки товаров, наличных денег и прочих мелких грузов». Тогда же появилась должность кассира, задачей которого также стало выписывание чека с указанием количества покупок и цены. Некий Вильям Лэмсон, владелец мебельного магазина, в котором проводилось испытание этой системы, в итоге выкупил права Брауна и основал первую компанию по производству кассовой техники. Несколько позднее братья Ритти значительно усовершенствовали идею Брауна, и у кассы появился привычный для нас ящик, в который продавец складывает полученные купюры, а в конце рабочего дня сравнивает их количество с общей суммой покупок по чекам. В начале 20 века кассовые аппараты стали еще более усовершенствованными. Теперь у продавцов, официантов, не было постоянного доступа к наличности, а тот самый ящик снабжался замками и открывался автоматически, только при введении стоимости нового товара или заказа. Как известно, такой принцип до сих пор используется в работе кассы. Американские кассовые аппараты были качественными, но неудобными из-за своих больших размеров и дорогими, так как изготавливались из красного дерева, меди и других подобных материалов. Разумеется, со временем облегченные и более дешевые электронные кассовые аппараты стали выпускать по всей Европе и в СССР. Однако отечественных продавцов обязали использовать соответствующую фискальную технику лишь в 1993 году. Таким образом, можно сказать, что история массового производства и внедрения кассовых машин в России началась только после распада Советского Союза. В Губкинском музее освоения Севера представлен кассовый аппарат, подаренный Ходоковским Василием Федоровичем в 2007 году. Это одна из наиболее распространенных моделей, повсеместно используемых в отечественной торговле 90-е годы XX века. В отличие от своих солидных предшественников, она компактна и сделана из легкого металла и пластмасса. Именно такие недорогие и небольшие машины и были нужны для внедрения в торговых точках страны после принятия соответствующего закона. Технология учета прибыли в XXI веке развивается стремительно быстро, и сегодня традиционные кассовые аппараты встречаются все реже. В основном их заменили на онлайн-кассы. Продолжение следует...